Наконец-то смута, ура! Правильно ли я понимаю, что главное событие Гранд-Даты заключалось в том, что у тебя наконец-то отберут кентавры, мы больше никогда о нем не услышим. Где батут? Два придурка, сук. Пенчуха. Эй, окунь! На, раскумарься. В общем, дальше ситуация, сейчас расскажу, что было, что произошло. Аккуратненько просто катимся, в горб проверяем, понял, гидровосилитель руля. Раз-раз, нормально все, так, плавненько. Хоп-хоп-хоп, нас обгоняет полиция, останавливает так, типа, ну, вопросы, понял, пошли там. Первый вопрос, что меня больше всего, да, вот, ну, даже, может быть, не удивило, может быть, это и правильный был вопрос с их стороны, это, ну, трезвые ли? Требы трезвые вообще, смеяешь, ну, как бы, да, мы же не пивущие люди, это серьезные. Я не знаю, почему, ну, как бы, этот первый вопрос, ну, типа, понятно, сразу стало, что, типа, наверняка он подумал, что, типа, только пьяный долб, может, на такой технике, типа, ехать. Ну, наверное, да, как у них. Ну, понятно все, я понял все это самое, ну, понятно. Полицию люблю, полицию уважаю, потому что, ну, действительно, молодцы, ребята должны проверять, должны работать. А вот, все, объяснил ситуацию, да, насчет проекта вопросы были, то есть, заинтересовал пацанов, да, то есть, они такие, ох, серьезный аппарат, типа, ну, так случилось. Ну, все-таки выехали на трассу общего пользования, да, нельзя этого было делать. Вот, вину взял, конечно, понятно, прекрасно, ясно, все правильно. Раз взяли, бах, забрали технику, все, эвакуатору оплатил за семь с половиной тысяч, раз технику забрали. Вот, да, 30 тысяч, ну, знаешь, как получилось, батуашка заплатил, потому что в тот момент он за рулем был, вот и все, ха-ха-ха-ха. А я, получается, рядом же ехал, мы же на разных техниках, мы же, как бы, я же еще в поддержку ехал, мы же на двух поехали, потому что две техники было. Вдруг заглохнет, кентавр, нужно было тащить его, потому что это эксперимент был, ну, в смысле, проверка. Я был на квадроцикле, я на квадроцикле, ну, ехал, а батуа на кентавре ехал. Так, сейчас обновление какое-то глобальное, в смуте, в студионное, надо проверить, там, на 19 гигабут, наверное, что-то сильно изменили, потому что столько, это самое, обновление-то большое, значит, что-то серьезное. Эй, салага, чувствуешь себя прирожденным снайпером или отменным пехотинцем? Добро пожаловать в Prefire Battle на Epic Drop. Вот тебе инструкция, как получить нож, юнец. Пункт первый, переходишь по ссылке снизу и авторизируешься. Пункт второй, выбираешь сторону, ближний или дальний бой. Ну и третий пункт, выигрываешь и забираешь скины. Играть в Prefire Battle на Epic Drop можно бесплатно раз в час. Даже на твоем мобильнике. Не расстраивайся, если после первого выигрыша не озолотишься. Ведь каждая победа копится в этот счетчик с бесплатными кейсами. Играй каждый день и точно получишь свое. Ссылку я оставил снизу. Ставь видео на паузу и играй. Это приказ. Говорят, вроде машины добавили. Самолеты, ракеты. Что ж там на 19 гигабут можно было добавить. А ты не заметишь, там пару птиц в небе добавили. Ты туда и голову не поднимешь. Вот он, сука, стоит. Какой же красивый мужчина. Фу, блядь. Даже, блядь, ну вот хотя бы, блядь, вот его бы хотя бы можно было как-то очеловечить. Ну что это? Ну посмотри, как обосрался. Вот она, наша родная, отечественная, студенная смута. А вы, блины, уже ходят, что Юрий Мирославский научился секретной технике прыжка. Да способность приобрел проходить через закаянные стены. Нет, чё-то не хуй. Нет, это самое. Чё-то не хуй. Дереть, 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 дереть. Это ёбаный, рот, блядь, а! Ой, сука. Проверить, учу, учу. А, ну, кстати, вот это здание не было, мне тогда оно зависло. Сейчас мне хоть показывают, куда идти, то б мне, когда они ещё писали. Типа, зайди туда, сука, вот, страшно. Вот у нас пошло. Так, ну дело-то серьёзно, но мы не обращаем внимания на это. Просто уходим подальше. Опа, 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 опа. Ничего страшного. Опа, опа, не надо, Юр, не сопротивляться. Как говорится, любое зло порождает зло. Не надо. Просто отходим, рот, блядь. Дед, оказывается, смакинь. Мир в смуте открывается потихоньку, ведь самое лучшее надо смаковать маленькими кусочками. Неважно, то, что это кусочки кавы. Главное смаковать. Сойди попозже, боец. Деду брат скисал. Тебе хорошего вечерочка и всем зяблан. Вот тот раз, тот раз я подходил, мне то же самое отвечали. Не, подожди, ничего не поменялось. Там 20, а будь там, обновление там скачивалось. Сейчас уже 1, 0, 7. Уже 7 раз обновили-то. Чё ж можно было-то и квест добавить, может быть, один хотя бы. Точнее, доделать уже можно ж было бы, да? Сойди попозже, боярин, дела у меня. Ну? Ну, а чё? А, на карте мы не хотим показывать. Ну, хорошо, ладно, я-то, ну, как бы, найду. Не-не, западло, я там уже был, я найду. Я-то его найду вот здесь где-то. Да. Да, чувствую себя, как будто бы в меня вселился дух лоха. Балтика, Балтика, все плей, дар, и пиво. О, что-то наш родной забурился. Ты дальше не сможешь пройти, у тебя сейф сломанный, разрабы говорили, что у этой проблемы одно решение, откатиться назад и пойти заново пару миссий. О, классное решение, блядь. Вот это действительно молодцы, они подумали о нас, вот это да. Байрин, сойди попозже, говорю, у меня дела, ты пойди-ка, навести, там с тобой побеседовать хотят. Коль не захотят, вернись ко мне, а коль у меня дела будут, вернись в кабак обратно. А ведь... Сука, 19 гигабута обновления и шаки сделали. Какого ёб... в рот хуяну, нельзя было в этом ёб... чем обновлении исправить этот ваш еб...ный бах, дебилы. Я вернулся в кабак. А какая отечественная игра, все таки, самая лучшая. Смешарики или смута? Во что сам поиграешь, во что батуа предложишь поиграть? 19 гигабута, сука. О, 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 о. Помоги, скатер, жок. 19 гигабута, памятник забрали. О, стоим, да? Хочешь есть калачи? А, сука. Ой, господи, а, да что ж такое? Ладно, ну, блять, вот игру сделали, вот вообще никакую. В общем, она вообще говно. Так, сука, хотя бы задание бы сделали, чтобы они проходились там уже хоть что-то, блять. Нет, нахуй, там насрали и там насрали. Казалось бы, сделали нормальную игру. С бфкой, головоломками, музыкой, я про атомное сердце, а не эту хуйту с упором на историю. Мне на геймпле глядь. Буст, нахуй, дебилы. Да, буст хочу, где он? О, класс, нахуй. Вот это да, там-то и всё, сука. А, турбо пошло, нахуй, а ну дай нахуй пройти. Сейчас точно заработает, блять. Иди нахуй, короче. Всё понятно. Себа, 19, ну что можно было в эту игру на 19, я мать, добавить? Объясните, что? Ну что можно было в игру добавить, в которой вся суть игры, то в том, чтобы бегать из точки А в точку Б. У тебя сейф сломанный. Да, у меня сейф сломанный. Ведь это же обычное дело, сломанный сейф в игре за полмиллиарда. Ну да, так и должно быть, да ничего страшного, да похуй. Бывает такое, ты купил игру, её делали за полмиллиарда рублей, и там просто сейф сломанный. Ну бывает, ну что, блять, я купил себе БНВ, допустим, за 30 миллионов. Ну поехал, там движок стуканул на второй день. Ну, блять, это бывает, так и должно быть. Иди нахуй просто. Я тут играл в GTA 5, там у меня сейф сломался, ёбаный рот. Да это нормально, это случается часто, у всех такое бывает. Конечно, это нормальное явление, во всех играх такое бывает. Ничего страшного в этом, блять. Нужно два этих, два месяца назад, иди на всё, и играть дальше нормально.